Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства – постоянно действующий совещательный орган. Глава администрации округа Евгений Корж всегда готов поддержать бизнесменов. Тем более, благодаря выплатам за аренду земли и налогам, которые платят предприниматели, казна города растет. Но от 100% НДФЛ в местный бюджет идет только 32. У нас почти 60% бюджета социальный, школы, садики и все что-то с ними. Остальное потом у нас содержание города. Этого не хватает. Предпринимателей округа волнует благоустройство города. У кого-то задумка в перспективе сделать красивую набережную под селом Утесное. Другие просто просят взять в аренду территорию около своих предприятий под клумбы и парковки. Обеспокоены бизнесмены и судьбой озера с лотосами в районе Междуречия. Однако уже известно, вокруг водоема сделают парковую зону. Немножко озера, где-то одну треть заберем, потому что мы там школу ставим. А другую сделаем набережную. Будет лотосом подходить как нормально. Предпринимателям рассказали, на что тратится бюджет города и за что бизнесмены платят налоги. Также замглавы по финансовым вопросам представила проект бюджета округа на 2017-2019 годы. Мы бюджет 2017 года назвали индикаторный бюджет. То есть индикаторы, они не за кадром у нас теперь, а они первичные стали. Когда мы говорим не о том, сколько мы освоили денежных средств, а то, что мы достигли сегодня и сейчас. Представитель правоохранительных органов напомнила предпринимателям о запрете на продажу экстремистских материалов. В 2016 году уже составлено три административных протокола и наложены штрафы в размере 2500 рублей. Конфискована продукция с экстремистской музыкой, в списке которых оказались песни групп «Коррозия металла» и «Мальчишник». Также было составлено четыре протокола за распространение нацистской символики. Проблема, сложность работы по данной статье заключается в том, что до настоящего времени официального списка, что есть нацистская атрибутика и нацистская символика, нет. Совет предпринимателей принял всю информацию к сведению. Следующее заседание Совета в четвертом квартале этого года осенью. Екатерина Рехтина, Анатолий Молчанов, Телемикс.